У которой я с нетерпением ждал. Презумпция невиновности с Джейком Джилленхолом только что вышла на Apple TV и рискну сказать, что настоящие детективы сезон 4 немного промахнулись в этом году, так что мрачное провокационное детективное шоу было неотложной потребностью. И это шоу вполне может быть тем, что нужно. Сосредоточено на бывшем заместителе главного прокурора Расти Сэвидже, обвиняемом в убийстве прокурора округа Кэролин Полимус, первые два эпизода уже добавили много сложностей, и это почти некий отголосок первого сезона настоящих детективов. Давайте посмотрим видео и прокомментируем все, что можно было понять из первых двух эпизодов. Вот презумпция невиновности. Объяснение эпизодов 1 и 2. Чтобы вы знали, это видео будет содержать спойлеры. Кто отправил текстовое сообщение? И на в конце второго эпизода мы видели, что после появления Реймонда в суде, чтобы представить интересы Расти, после назначения даты суда на... Как только Расти освободили под залог и он вернулся домой, получил смс с номера «Ты был там? Я видел тебя». Это может намекать на много чего, но зная о романе Расти с Кэролин, думаю, это значит, что в ночь, когда убили Кэролин, Расти был у нее дома. Номер не был скрыт, звонок в следующей серии, и нам, скорее всего, станет известна личность. Но сейчас я не думаю, что это кто-то из знакомых по сериалу. Вероятные виновники текста – Томми и Ника. Но они помешали бы собственному процессу, начав шантаж. Возможно, бывший муж Кэролин, Реймонд, назвал его странным. А вдруг еще влюблен в бывшую жену? И после того, как он услышал от нее о Расти, он мог захотеть узнать о нем больше. Это могло привести к тому, что он наблюдал за ним в ту ночь. Пока это только теория. Расти открыто признавался, что он был похож на навязчивого сталкера, следующего за звонком Кэролин, с ним и воспоминанием, показывающим, что он был расстроен и плакал, и выглядел так, как будто в какой-то момент он действительно пытался утопить ее в бассейне. Это указывает на ту сторону персонажа, которую мы не видели открыто, о которой слышали вкратце моменты. Если он говорил, что он похож на сталкера, его отпечатки были найдены в ее спальне. Веревка была найдена в своем доме. И давайте вспомним тоже. Он протирал свою машину в начале второго эпизода, чтобы избавиться от отпечатков. С Расти определенно будет что-то еще, и я думаю, что у персонажа будет темная сторона. Сторона, которая могла бы поместить его туда в ночь ее смерти. Ключевым моментом было отсутствие насильственного вхождения, что говорит о том, что Кэролин знала убийцу. Это указывает на Расти и ее бывшего мужа, знающих ее лучше всех. Если Расти был там, когда она умерла, возможно, она забыла запереть дверь после его ухода. При условии, что он не убийца. Это позволило бы незнакомцу просто войти. Интересно, как развивается ситуация. Текстовые сообщения – это только начало. Сюжет все более усложняется. Сходство между делами Банни Дэвиса и Кэролин Полимус. Очевидно, что смерть Кэролин похожа на смерть Банни Дэвиса, того, кого убил Лиам Рейнольдс, вмешательствовать в дело, которого Кэролин хотела. Отбывает пожизненный срок за решеткой. Кэролин была связана точно так же, как Банни Дэвис. Но разница в том, что смерть Кэролин связана с головной травмой от тупого предмета, в то время как Банни убита ножом. Лиам Рейнольдс находился за решеткой, что затрудняло его подозревание. Но он поклялся в отмщении. Всегда думали, что Рейнольдс был единственным убийцей Банни. Но когда Расти изучал материалы дела, он увидел еще одну выборку спермы в месте преступления по делу о смерти Банни. Она не была исследована и не раскрыта, потому что ее не могли идентифицировать. Это имеет огромное значение для дела Кэролин. Если в убийстве Банни участвовал другой человек, это бы объяснило, почему Кэролин была убита таким же образом, особенно Узелок. Лиам мог бы найти способ связаться с сообщником в убийстве, заставив его отомстить Кэролин. Сейчас это наиболее вероятный вариант. Но также упоминалось, что Кэролин отвергла многих, и кто-то из них мог это сделать. Или родственник, решивший действовать как второй убийца. Конфликт Расти Одна из хорошо работающих вещей в шоу – возможность заглянуть внутрь его разума. Сначала мы узнали о нем как о семейном человеке, играющем в саду, с детьми, но с течением серии стало ясно, что он далек от того, кем мы думали, что он есть. Он изменял жене, был влюблен в другую женщину, лгал, был одержим ею, стал сталкером. В первых двух эпизодах были моменты. Разрешление Расти между женой и Кэроли на прошлом. Сцены были так хорошо исполнены, демонстрируя значимость для него, но его тянуло к Кэролин. Был роман прерван и недавно возобновлен до ее смерти. Неоспоримо, он любит Барбару, но есть связь с Кэролин, о которой мы знаем мало. Они непринужденно общались, легко было между ними. Понятно, почему он был привлечен к ней, что в итоге обернется против него. Это позволяет видеть две стороны персонажа. Возможно ли это намек на его двойственность? Наш обзор эпизодов, честно сказать, первые две серии этого сериала были замечательными. Дело в том, что хорошей детективной драмы не было уже давно, и это нас тут же втянуло. Буквально за пару минут стало известно о смерти Кэролин, а затем мы увидели, как Расти Сэвидж уходит под откос, а стены будто бы сужаются вокруг него с каждой минутой. Джейк Джилленхолл уже кажется идеальным кандидатом на эту роль. Его отыгрыш заставляет меня испытывать то же, что и при просмотре «Ночного змея» и «Заключенных». Очевидно, ему удается справиться с этими ролями, поэтому с нетерпением жду его в роли Расти Сэвиджа. Один из лучших моментов первых серий для меня был, когда Сэвидж вошел в зал суда, Рэймонд стоял там за столом, и затем он жестко поставил Ника и Томми на место, показал, что он справляется с задачами, и что он будет задавать им темп. Что касается сериала, то мне кажется, что у него есть тон и история первого сезона настоящего детектива, но саундтрек и музыка наследников, так что это почти кажется, что в этом есть определенный уровень класса, когда вы наблюдаете за разворачивающимися сценами. Я думаю, что это, вероятно, связано с фортепианными аранжировками, которые, кажется, крадут шоу. Одна вещь, которая мне понравилась в первых двух эпизодах, это то, насколько быстрым был темп. В тот момент, когда шоу началось, мы были погружены в разворачивающуюся драму и серьезность дела. Со временем сюжет сгущался, и мы видели, как Расти превратился из коллеги в любовника, а затем в навязчивого сталкера, который был патологическим лжецом. Мы не видели тех сообщений, которые он отправлял Кэролин, но я заинтригован тем, насколько они разрушительны. Мне также понравился разрыв, который существовал между Реймондом и Расти, и Никой, и Томми. Вражда, перешедшая рамки рабочего места, и соперничество, теперь имеющее страшные последствия. Сцена с Расти, вынужденным признаться в романе своим детям, была замечательно сделана. Шок на лицах детей и шокирующая тишина говорили громче любого крика. Мне также показалось внушающим уважение поведение полиции во время обысков. Привлечение новостных сетей помогло нам понять, что это изменение коснулось не только его жизни, но и жизни всей его семьи. Лучшие моменты шоу были, когда мы видели, что в голове у Расти. Мы наблюдали, как он боролся с мыслями и чувством утраты не только Кэролин, но и своих былых отношений с ней. Конфликт внутри него и смущение от содеянного отражаются в мелькающих образах Кэролайн и Барбары в его сознании. Это шоу привлекает меня своей сложностью, и мы только открыли первую главу. Я буду каждую неделю разбирать это шоу. Не пропустите. Вот значит. Презумпция невиновности. Первая и вторая серия. Объяснение финала.